Я первый заместитель председателя областного совета по исполнительному аппарату и начальник управления социально-экономического развития региона и инвестиционной политики. Это Днепропетровская область? Да. Одним из направлений, которые я курирую в областном совете, является направление повышения энергоэффективности в области. Если говорить, да, не знаю, что вам эксперты говорили для меня, но в принципе о понятии политики энергоэффективности в целом, то её очень сложно сформировать. И чем выше мы поднимаемся, да, тем это понятие больше расплывается и сложнее сказать, что у какой-то единицы есть понятие энергоэффективной политики. Да, то есть отдельная территориальная единица, скажем, город, село может иметь свою стратегию развития, свой план развития. То же самое имеется и в нашей области, да, мы имеем определённое направление, которое мы поддерживаем, мы имеем план работ, и всё это выливается в определённую стратегию развития. При этом, уже поднимаясь дальше на уровень, скажем, государственный, уже сложно говорить о том, что существует какая-то единая энергоэффективная политика в государстве, потому что каждый регион развивается по-разному, и соединить это в единую какую-то концепцию очень сложно. Уже не говорю о международном уровне. Ну, если вернуться на региональный областной уровень, да, что же мы делаем в Днепропетровской области для того, чтобы повысить энергоэффективность? Первым делом для того, чтобы сделать что-то хорошее, нужно запланировать, что необходимо делать. В 2010 году в области была принята программа повышения энергоэффективности на ближайшие 5 лет. Основной целью программы являлось повышение уровня энергоэффективности, снижение затрат на 9,2%, при этом при повышении 2-го регионального продукта на 4,5%. То есть путем сложных математических фишесистений получается, что энергоэффективность снижается на 22% производства. Для реализации запланировано потратить более 6 миллиардов гривен, в том числе это деньги крупных промышленных предприятий, это деньги из государственного бюджета, которые должны финансироваться на мероприятия по энергоэффективности, и это деньги регионального бюджета, в том числе областного и местных бюджетов городов, районов и сел. Помимо этого, в последние несколько лет мы активно продвигаем тему технической помощи и грантового финансирования, то есть реализуем братья совместно с международными фондами и таким образом привлекаем денежные средства. Со временем начала работы программы параллельно в городах области были разработаны муниципальные аналитические планы. Два города, Павлоград и Гибр-Петровск, делали это при поддержке технической помощи агентства США к международному развитию, и еще три города, это Никополь, Терновка и Кривой Рог, они делали эти муниципальные энергетические планы при поддержке канадского ассоциаций муниципалитетов в рамках проекта МЭМ. Все эти мероприятия городов, сел и районов нашли в одну региональную программу, которая и была таким образом сформирована, то есть формирование шло снизу-бверх. Если мы посмотрим на развитие электроэнергетики региона, то можно сказать, что тяжелый регион в плане нагрузки индустриальной. Много металлургических предприятий горнодобывающих, соответственно электроэнергетики в структуре потребления области, промышленные предприятия занимают более 70%. Если говорить о генерации, то все знают, что у нас западный конбасс, это наш главный источник энергии, и поэтому 82% электроэнергии области на данный момент производится именно на теплоэлектростанции. При этом область обеспечивает себя на 90% энергоресурсов. Для того, чтобы это как-то сбалансировать, нам уже некуда разбивать существующие источники энергии, существующие земляди. То есть у каждой ТЭЦ, у каждой ТЭЦ есть свои проектные мощности, наращивать их очень сложно, потому что это длинные инвестиции. Те же угольные, скажем, многое, блок, он строится в течение 3-4-5 лет, окупается еще дальше. Одним из способов как-то подтягивать свое внутреннее обеспечение является в том числе и продвижение альтернативных источников энергии. В нашей области мы активно сотрудничаем с инвесторами в плане развития солнечной энергии. Используя при этом поддержку на уровне всеукраинском, это зеленый тариф, когда электроэнергия, произведенная таким способом, Государственная национальная комиссия по экономии, регулированию энергетики, покупает по тарифу выше, чем по тому, который продает. С целью стимулирования развития альтернативных источников энергии. Государство предоставляет ввод на ВОЗ оборудование импортного, высокотехнологичного, современного, а также освобождает от уплаты налогового прибыль на 10 лет при соблюдении всех условий. С нашей стороны местная власть, у нас есть Непропетровское инвестиционное агентство, которое было создано для поддержки инвесторов. Оно работает не только на энергетику, оно работает на все крупные инвестиционные проекты, которые свыше одного миллиона долларов. И условие главное – это создание новых рабочих мест в количестве более 100 человек. Инвестиционное агентство выделяет своего проектного менеджера, который курирует проект от инициации, от технико-экономической оценки, анализа проекта до его внедрения. При этом помощь в подборе земельного участка осуществляется этим менеджером при поддержке непосредственно областного совета и областной администрации. Когда инвестор приходит, он видит, где у него какая земля есть и что он может использовать. Если спускаться дальше, то, если говорить об электроэнергии, следующий большой проект, который был инициирован областной властью, областным советом, это совместный проект с фондом Восточной Европы, в котором также участвует американская агенция по развитию USAID и партнер компании Detect, социально ответственный бизнес. Это программа «Чистая энергия». Основными целями задачи являются стимулирование энергозабережения и снижение выброса хорниковых газов, то есть улучшение экологической ситуации совместно с повышением энергии. В области реализовано 6, в таких районах реализовано 8 микропроектов, на общую сумму более 2 миллионов гривен. Основная суть проекта – это не только реализация вот конкретных 8 проектов, суть прибивать людям, прибивать громадам территориальным, желание быть энергоэффективными, желание экономить на этом в первую очередь, и во-вторых, как бы уберечь нашу экологию, которые и так находятся в тяжелом состоянии. С этой цели проводятся различные тренинги, семинары, разрабатываются стратегии. Ключевым, я считаю, вот если брать методологии, это четвертый и пятый пункт. То есть реализация демонстрационных проектов, вот эти 8 микропроектов, о которых мы говорим, и дальнейшее их тиражирование. Потому что после того, как был реализован этот проект за деньги областного бюджета, за грантовые деньги, скажем, в городе Павлоград, мэр сам после этого инициировал два подобных проекта, уже за деньги местного бюджета, за деньги социально активного бизнеса, и за деньги, которые громада сама носила в эти проекты. Да, среди проектов есть проекты по освещению улиц, есть проекты по установке солнечных батареек в детских садах, есть проекты по реконструкции систем теплоснабжения, тоже с использованием альтернативных источников. Если уходить от электроэнергии к тепловой энергии, то, в общем-то, все мы знаем три этапа, где у нас теряется энергия. То есть непосредственно при самопроизводстве, при транспортировке от производителя к потребителю и на самом потребителе. Потребитель — это самые большие потери энергии, то есть то, о чём говорится людей, там окна, двери, стены, всё на свете. Наши трубы, которые остались ещё с советских резон, которые изначально не имели тех свойств, которыми обладают современные, а уже, говоря, об износе тем более. И котельная, которая, в принципе, имеет наименьший потенциал, если мы говорим о вказовых котельных. Но этот потенциал можно увеличить, если мы изменяем источник. Вот сильно выделена зона ответственности наша, то есть как бы областного совета — это производство для транспортировки. В этом мы... Можно питание? Да, включаем. Что для эффективной энергопрективности, то, наверное, двери. Так. Окрім выделения коштей и у каких сплата на плане, то есть ли мысцевая влада вживая конкретных заходов, чтобы реакции коммунального использования не было ресурсов, поскольку планы — это отминно, а какие-то на майбутнє. Какие конкретные действия уже выполнены? Воконание проекта, в том числе проект «Чистая энергия», про который я еще одно рассказал. И далее сейчас я буду рассказывать про наше коммунальное предприятие областное «Днепротаблоэнерго», которому мы также помогаем, и какие конкретные реальные проекты. Что они делают? Сейчас я вам расскажу. Володя, а можно вернуться обратно? Я просто-напросто сейчас... Еще обратно еще. Оскільки питание энергоэффективности и нерозбережения — это не питание экономии, а это питание рационального ресурса. Сейчас, сейчас, сейчас. И вот, обратно чуть-чуть. Вот это улица и... Ага, вот, смотрите, если мы говорим о рациональном, давайте по трактовке говорить. Вот, экономия затраты энергоресурсов, то, что наружное освещение 16 улиц в частном секторе. Точно такая же ситуация в Павлограде. Я правильно понимаю? Вы задавали... Я, зазвичай, хотів запитати про підприємства в містері. Оскільки вони є основными споживачами электроэнергию, верно? Так. Так как предприятиям, Володя, сейчас идет. Речь идет о промышленных предприятиях потребителях. Нет, про промышленные предприятия, которые потребляют электроэнергию. ОКИ, металлургические предприятия. Что они делают в этом, например? Да. Ну, здесь как бы наше влияние минимальное, потому что мы не несем никаких регуляторных функций. Ни областной совет, ни областная администрация не имеет права говорить собственнику, что ему делать. Поэтому в этом направлении, в принципе, они сами ближаться с этой целью. Потому что каждое предприятие хочет быть эффективным. А эффективность, особенно если брать, например, горные металлургические предприятия, где энергозатраты колеблятся от 25-30% до 80%, то это в их личных интересах экономить ресурсы и рационально их использовать. Ну, во-первых, давайте опять же разграничим то, о чем я говорил с самого начала. Есть национальный уровень, там, где принимаются определенные законы и постановления, на которые мы не имеем права в деле. Есть региональный уровень, на котором мы уже работаем с теми громадами, которые у нас живут, да, и с теми законами и постановами, которые приходят к нам из Киева. И если говорить о льготах, то я сейчас не до конца понимаю, в каких льготах вы ездите везут. Для алюминиевого производства там должен быть пиговый тариф, но у нас выкорствуется дуже выбирково, наскільки я знаю. У меня там бизнес-рук, я смотрю. Да, да. Так а какое отношение областная власть может иметь к национальным, к национальным установленным тарифам? А, каким чином вы эти планы складываете и гроши выделяете? Каким чином вы вывращаете на счет? У Крыму и Восемьбану и Набуху? Вот, вы принимаете такие решения отчетов предприятий? Нет, та программа, которая была создана в 2010 году, она создана на основании, ну, то, что писается этих двух с половиной биллиардов. То есть вы никакого отношения не имеете к предприятиям? Это планы энергоэффективных предприятий, самих предприятий, под которыми они подписались, что они будут выполнять чеки ближайших материалов. Они не выполняют. То есть в техническом плане конструкции, который был включен в областную программу, то вы на месте вида, люди тоже понимают. А я кем чином? А это нормальная ситуация, что власть областная не имеет? Заборону нашу стручатый смысл? Ну... Безусловую деятельность. Смотрите, есть коммерческая струча. Я понимаю, что законодательно это может быть... Мы имеем право включаться в экологические программы. А вот это как раз идет речь об экологической эффективности. Экологической, энергетической эффективности. Взаимосвязанной. Взаимосвязанной, но это разные программы, это разные понятия. Ну вот здесь... На определенном этапе в законодательном поле они расходятся в разные стороны. Да? То есть в вывывательстве, в смысле... Вот это как раз тот фактор, который является ненормальным фактором. Они идут вместе. Это вопрос, опять же, к уровню эмоционального законодательства. Как и место. Как и место. ológica. Как и место. Как и место. Продолжение следует...